Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Как перестать себя винить в том, что всё испортило? Я бы сказал, что напомнить себе о том, какие у вас были мотивы, когда вы делали то, что вы называете порчей. Всё испортило это обесценивание. Найти в данном случае истоки этого обесценивания. Увидеть, почувствовать важность своих действий. Говорят, в расрыве отношений виноваты оба. Нет, виноваты не оба. Ответственны оба. Виноваты нет. Разница между ответственностью и виной в том, что вина априори отличается от того, что человек делает что-то неправильно. Понимаете? Вот. А ответственность предполагает реагирование. В моём случае мужчина делал мою жизнь сказкой. Ну, я думаю, тут всё очевидно. Мужчина делал вашу жизнь сказкой, а не вы сами. Вот. То есть вы были зависимы от него. Я ни в чём не знал отказа, забота, решение всех моих проблем, нежная шедрость по отношению к моим родителям. Ну, я повторюсь. Это зависимо. Я тоже старался для него делать маленькие подарки, постоянно обнимал и целовал. Но из-за моих особенностей и иногда плохого настроения у нас начались ссоры. А это не случайно. Ссоры начинаются тогда, когда люди не находятся в эмоциональной близости. Вот. Находиться в эмоциональной близости с человеком, который делает вашу жизнь сказкой, невозможно. Потому что сказка — это мечта. А мечта — она всегда мечта. Ни одна мечта в реальности не является мечтой. Любая мечта в реальности перестаёт быть мечтой. Становится чем-то обыденным. В реальности — не идеальным. Но... Человек хорошо запоминает свои чувства. Ощущения. Если угодно. И... Тегопеет к этому ощущению. Вот один раз почувствовал счастье в сказке. И хоть, чтобы оно всё время было. А так не бывает. Так не бывает. Это невозможно. Понимаете? Какая штука. Вот. 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 И... Отсюда ссоры. Помимо того, что... Как бы... Психо-эмоциональной... Психо-эмоциональной близости... Да? Нет. Вами и... Собственно... Человек. Вот. Отсюда ссоры. То есть это... В данном случае, что... Психологическая игра — скандал. Вот. Вам нужно... Эту... Психологическую игру... Наймёте. Увидите. Для... Себя. То... Эм... Значит... Как это... Проистекает. Семь месяцев мы встречались. Он сказал, что месяц сожительства перед свадьбой всё испортило. Но стало негативно. Я всё воспринимаю как должное. И перебил он делать предложение. Да. Да-да-да. Да-да. Да. Вы... Начали принимать всё как должное. И это нормально. Потому что вы хотели сказку. Вы сказку получили. И вы... Полное право... Им... Имели и имеете. Для того, чтобы... Ну... Хотелось, чтобы так было всегда. Вот. Да? То есть тут история про то, что вы вот... Эм... Как-то... Эм... Согласились на то, чтобы... Чтобы вашу жизнь делали сказки. Эм... Такая история. Это... Опять же, само по себе нормально. Тут... Эм... Момент... Он именно в том... Заключа... Эм... Заключа... Заключается... Эм... Что... За свою сказку... За свою... Сказку... Ответственны только вы. Никто больше. Так... Эм... Я спросил... Почему он копил это в себе и не говорил со мной? Потому что... У него... Была роль... Сказочника... Волшебника... А волшебники... Уда... Не удовольствие... Не высказывают. Он ответил... Ты бы все равно неадекватно... А проагировала бы... Я хотел поговорить... Ты сказал... Я хочу спать... Я отвернулась. Это правда? Что вы хотели... Тогда? Наверное, вы действовали от обиды. Наверное, вы хотели... Своего мужчину наказать. Я так думаю. Не знаю, конечно... Насколько я прав... Не знаю, конечно... Насколько я прав... Вот... Но есть ощущение... Что вы хотели... Своего мужчину наказать. Тогда... Вы действовали от обиды. И вот... Обратите внимание... Пожалуйста... Обратите, пожалуйста, внимание... На то, чтобы вы... Никак... Не раскрываете... Этот момент... То, что вам мужчина сказал... Вы... Просто... Пропускаете его... Вот... Вы говорите... Ну... Дай мне шанс... Говорите вот... Вот... Дай мне шанс... Дай мне шанс... Еще один... Вот... Дай шанс... Вот... Вот... Понимаете? Я просил этот шанс... Он непоколебим... Я сказал... Что хочу поработать над характером... И стать добрее... А он ледино меняется... Разве что в худшую сторону... Я влюбился в легкую нимфу... А ты стала... Как бабка на лавочке... Бу-бу-бу... Ну... Вы... Продолжайте... Конечно... А... Действовать... В данном случае... Как... Эээ... Психозависимый человек... Вот... Само собой... То есть... Ну... Другого... В данном случае другого... Эээ... Ожидать, да... Другого... Ну... Не приходится... Эээ... Вот... Это... Ну... Это понятно... Эээ... Но... Ээ... Если вы хотели... Поработать над собой... Да? Например... Ну... Пок... Пок... Поработайте над собой... Вот... То есть... Ну... Ну... Возьмите... И... Поработайте над собой... Вот... К психологу обратитесь... Консультации... Возьмите... Только... Запрос... Здесь... На мой взгляд... Именно запрос... Не совсем корректный... Что значит... Стать... Добрее... Добрее... Стать... Это... Это как? Как это стать добрее? Что... Эээ... Ну... Как мы... Как мы поймём... Эээ... Кто... Кто добрый, да? Кто стал добрым... Кто... Кто не добрый... Вот... Как мы... Как мы это... Сможем... Понять? Да? Вот... То есть... Тут вот... Такой ещё нюанс есть... Доброта... Это оценка... Вот... За... Вашими... За... Вашими... Такими... Такими вот... Эээ... Переживаниями, да? Скрывается... Определённый внутренний... Конфликт... Который нужно... Смотреть... Исследовать... Помогать вам... Эээ... Разбираться в нём... Вот... Снимается? Опять же... Дальше... Эээ... Я не могу смириться с тем, что я потерял такого хорошего мужчину, который всё время терпел мои выходки и в один момент вся его любовь высела. Эээ... Ну, да... Вы именно... Вы именно... 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 Что? Не можете смириться с тем, что вы потеряли такого мужчину. Это говорит о том, что вы не человека потеряли, то есть невозможно сделать его счастливым. А это говорит о том, что вы потеряли то, что он вам давал, этот человек. То есть, иными словами, я не удивлюсь тому, что вам нужно то, что он вам давал и то, какой вы себя чувствовали с ним. Вот. То есть, то, какая вы с ним были, вот это вам нужно. Я верю. Правда верю. Вот. Ну так это не про человека. Речь идёт не про человека здесь. А речь идёт про то, что нужно вам. Вот. Эээ... Надеюсь, ну... Вы... Видите раз... Разницу. Вот. То есть, разница в этом и заключается, на самом деле. Она заключается в том, как раз, что в первом случае речь идёт про другого человека, про возможность делать сделать этого человека счастливым. Это в первом случае. А во втором случае речь идёт о том, чтобы дать что-то себе. Себе. Вот. Вот так. Я думаю. Можно. Вам ответить. Здесь. А дальше... Так, не могу принять тот факт, что ничего не могу исправить, если бы не мой характер, мы были бы... Да. Вы не можете это принять за счёт... За счёт чего? То есть, вот, ну, вы пишите, что... Не можете принять. Да? За счёт чего вы не можете это принять? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вот. Вот. Буквально. За счёт чего? То есть, что вы здесь, по вашим ощущениям, для себя такого теряете, что не можете принять, что всё. Вот. Давайте мы с вами попробуем этот момент поисследовать. Потому что это очень важно. Вы, тот факт, что вы не можете принять, преподносите как аксиому, как что-то, ну, как что-то такое вот, само собой разумеющееся, разумеющееся. А я говорю, что это не так. Я говорю, что это не само собой разумеющееся. Дальше. Он пишет сейчас по пустякам. Нужно ли мне отправить книги? Сказал, что поможет в первое время материально. Поздравил вас с Новым годом. Я стараюсь общаться с другими людьми, но боюсь, что он помнит больше негативного. И это всё. Есть ли шанс, что он вернётся? Шанс есть? Но. У меня к вам вопрос. Почему? Если вы согласились на его материальную помощь, то почему? Почему? Вот. Что меня интересует. Очень сильно. Очень сильно. Вот меня прям очень сильно этот момент интересует. Если вы согласились на его помощь, то почему вы согласились на его помощь? Я имею ввиду, ну, на материальную вот поддержку. Вы согласились. Потому что с чем это связано? Да. Вот это мне очень интересно было бы узнать в данном случае. по какой причине? По какой причине? По какой причине? По какой причине? По той причине, что тот факт, что вы согласились на, значит, поддержку его, означает, что вы каким-то характерным образом воспринимаете и видите себя. И, на мой взгляд, этот характерный образ, то есть, ну, то, как вы видите себя, является ничем иным, как обесцениванием. Вот. На мой взгляд, вы себя обесцениваете. Ну, скорее всего, скорее всего, вы этого не замечаете даже. Вот. И задача, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам заметить данные аспекты и перестать себя обесценивать. И, может быть, тогда вам и человек-то нужен не будет. Особенно. Может быть. Я не знаю. Вы увидите, что любви у вас нету. Нет. К нему. Особенно. Вы увидите, что чувства ваши к нему другие, нежели чем те, которые вы сейчас. То есть, ну, опять же, заметьте, заметьте, да, заметьте, пожалуйста, что речь не идет о любви. То есть, речь не идет о том, что вы его любите. Так, значит, он сказал, что поможет первое время материально. Поздравим с Новым годом. Я стараюсь общаться с оружием, но боюсь, что он помнит больше негативного. Это все. Ну, про страх здесь понятно. В данном случае. Есть ли шанс, что он вернется? Есть. Всегда есть шанс. Но психологи не возвращают людей. А то, что вы спрашиваете, как перестать себя винить в том, что все испортило, на это я вам ответил. Вы отняли у себя то своими действиями, что вы требуете. То есть, у вас есть требование, что вы должны, именно должны быть, как в сказке. Вот. Вы этого от себя требуете. И вот вы это потеряли. Это удар по вам. Но дело здесь не в молодом человеке. Потому что требуете вы себя быть, как в сказке от того, что в глубине души вы себя обесцениваете и считаете себя недостойной этой самой сказкой. Идеализируя мужчину. И вместе с тем обесценивая его. Ну, опять же, по-другому невозможно. То есть, по-другому никак не получается, да. Если обесцениваем, да. Если обесцениваем, ну, кого-то. Точнее, если идеализируем, если идеализируем, пока вот. Вот. То мы же всегда его обесцениваем. Мы же всегда его обесцениваем. К сожалению. Опять же. Вот. Такая вот история. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи. Удачи.